Методика иноязычного образования. Курс 2. Лекция 10. Тема лекции. Межкультурно-речедеятельностные основы. Общение на основе аудирования, говорения, чтения, письма и письменной речи. План лекции. Устные формы вербальной коммуникации. Аудирование и говорение. Второе. Письменные формы вербальной коммуникации. Чтение письмой и письменно. Цель и задача. Рассмотреть устные формы вербальной коммуникации. Второй вопрос. Рассмотреть письменные формы вербальной коммуникации. В основе аудирования, как рецептивного вида речевой деятельности, лежит восприятие и понимание устной речи на слух в момент ее порождения. Обучение аудирования предполагает работу над двумя функциональными видами данного вида речевой деятельности. Аудирование в процессе непрерывного диалогического общения. В данном случае аудирование может входить в диалогическое общение как рецептивный компонент. Этот вид, как правило, ограничен общением учащихся с учителем и друг с другом. В исключительных случаях личная деятельность имеет исключительный характер. Аудирование связанных текстов в условиях опосредованного общения. В данном случае аудирование может выступать как самостоятельный вид речевой деятельности. Аудирование также может играть роль средств обучения и использоваться при устной форме презентации языкового материала в устной речевой тренировке. В основе аудирования, как и любого процесса, лежат определенные психофизиологические механизмы восприятия, узнавания и понимания. К механизму восприятия относят механизм внутреннего проговаривания, оперативной и долговременной памяти, идентификации, сличения, антиципации, вероятностного прогнозирования. Основными характеристиками понимания являются полнота, точность, глубина. Глубина проникновения в смысл воспринимаемой информации свидетельствует об уровне понимания. Как правило, выделяет два основных уровня понимания значений языковых единиц – уровень фактов и смысла, то есть критический. Существует целый ряд объективных трудностей, препятствующих пониманию речи с первого фраза. Трудности обусловленные при понимании речи – это плохая акустика, шумы, помехи. Трудности обусловленные индивидуальными особенностями источника речи, особенности дикции, тембра, паузации, нарушения артикуляции, картавость, шепеляевость, заикание, возрастные особенности, различные акценты и диалекты. Трудности обусловлены языковыми особенностями воспринимаемого материала, используя небольшого количества незнакомой лексики, идиоматических выражений, разговорных формул, специальных терминов, аббревиатур. Чтение – это рецептивный вид деятельности, речевой деятельности, связанный с восприятием и пониманием письменного текста. В психологической точке зрения чтение представляет собой процесс, состоящий из техники чтения, средств и понимания при чтении. Это цель, в основе которой лежат определенные речевые механизмы. К основным речевым механизмам чтения относят Речевой слух – способность человеческого слуха к анализу и синтезу звуков речи на основе различений фонем неродного языка. Речевую артикуляцию – способность речевых органов к совместной деятельности для произнесения звуков речи. Механизмы памяти – оперативные, кратковременные, долговременные. Их анализ свидетельствует о том, что, учитывая индивидуальные различия памяти учащихся, разную способность индивида закреплять и сохранять мозги прошлой и накапливаемый языковой и речевой опыт, необходимо в процессе чтения формировать у учащихся различные виды памяти. Механизм вероятностного прогнозирования – упреждение антиципации. Это мысленный обгон в процессе чтения. Также предвосхищение появления тех или иных элементов языка, воспринимаемой речи. Вербальное прогнозирование – способность строить вербальные гипотезы на уровне словосочетания, предложений. Сегодня в гипотезах будет хорошая погода, например, и смысловое прогнозирование – предвосхищение ее воспринятого на уровне содержания, например, по заглавию текста. Механизм эквивалентных замен – способность перекодировать своими словами воспринятые языковые знаки, и элементы смысла – преобразование так называемым текста в себе и текст для себя. Механизм осмысливания – способность превращать словесную информацию в образную, жмая ее за счет опускания подробностей. Виды чтения Первый этаж – ознакомительное чтение. Чтение с общим обхатом содержания предполагает в качестве цели общего знакомства с содержанием текста. Предметом внимания читающих становится все речевое произведение, без установки на получение определенной информации. При ознакомительном чтении, как учебном чтении, исключается намеренное внимание к языковой основе текста. Переработка информации связана с пониманием цепи событий отдельного эпизода, т.е. основного содержания 70% понимания текста. В связи с этим на занятии или дома текст читается полностью, т.е. сплошное чтение. Темп чтения находится в пределах 120 слов в минуту. Заметим, что при чтении текстов на английском языке, где больше одно-двух сложных слов, темп чтения более быстрые – 108 слов в минуту, в немецком – 150. Выборочное чтение Способ реального чтения, используемый для поиска информации, установления ее новизны, уяснения темы, круга решаемых в тексте проблем. На основе этой информации читающий решает, нужен ли ему текст. Для этого достаточно прочитать заголовок, подзаголовок, отдельный абзац или предложение. Выборочное или просмотровое чтение отличает не только степень полноты понимания, сколько скорость, достижение цели чтения. При обучении требуется достичь умения за одну минуту, просмотрев одну-полторы страницы текста на изучаемом языке. Поисковое чтение Как способ чтения и вид реального чтения имеет целью найти конкретную информацию, о которой читающий, возможно, знает из других источников, при этом с обнаружением информации, правила, цифровые, иные данные. Цель оказывается достигнута, и чтение прекращается. В основу этого вида чтения положен поиск получения знаний через мыслительные действия с информацией. Просмотр и поиск информации может быть достаточно быстрым, приближенным к сканированию или скоростному быстрому чтению. Такие умения необходимы современному человеку, черпывающему информацию, например, из интернета. Контроль понимания при чтении При определении сформированности умений чтения, читать тексты умений на иностранном языке, оценка осуществляется по результатам выполнения заданий на поисковое, ознакомительное и изучающее. На начальном этапе обучения проверяется узнавание и называние букв, соотнесение букв и словосочетание со звуками, озвучивание слов, словосочетание, предложение, деление приложений на ритмические группы, интонирование, полное и точное понимание текста для изучающего чтения, понимание общего содержания текста для ознакомительного и поискового чтения, правильное обращенное чтение слух. Для проверки понимания на продвинутых этапах среднего и старшего используются разные упражнения для различных видов чтения. Ознакомительное чтение контролируется с помощью следующих упражнений. Прогнозировать содержание по заголовкам и иллюстрации. Ставить вопросы к основной информации. Отвечать на них. Выбирать заголовок, адекватное содержание текста. Делить текст на смысловые части и озаглавливать их, делать выписки основной информации. Для проверки изучающего чтения используются следующие упражнения. Составить развернутый план, резюме, выводы, комментарии. Назвать утверждения, которые нужно подтвердить или опровергнуть. Поставить вопросы ко всему тексту. Выполнить выборочно или полностью адекватный перевод текста. Поисковое чтение проверяется с помощью следующих упражнений. Перечислить основные данные и факты. Поставить вопросы к наиболее существенной информации. Составить оценку, решение на весь текст, фрагмент. Сравнить два текста на аналогичную тему по сходству и различию. Интерпретировать коммуникативную задачу автора. Составить аннотацию реферата. Сделать выборочный перевод. На профильно ориентированном этапе для контроля должны привлекаться тексты по будущей специальности. К вышеназвным упражнениям по разным видам чтения исследований. Добавить упражнения. Подготовить устные рефераты, обзоры по одному-двум текстам. Составить характеристику действующих лиц. Сравнить социокультурную информацию текста с культурой своей страны. Выбрать из журнала справочной литературы по профилю специально необходимую информацию. И интерпретировать ее, назвав устно-письменную идею, проблему, изложенную в статье, брошюре. Делать выводы, группировать и систематизировать информацию из двух-трех текстов в соответствии с поставленной задачей. Говорение. Говорение – это продуктивный, экспрессивный вид деятельности и речевой деятельности, посредством которой совместно с аудированием осуществляется устно-речевое общение. Целью обучения говорения является развитие учащихся способностей в соответствии с их реальными потребностями и интересами осуществлять устное и речевое общение в разнообразных, социально детерминированных ситуациях. Это означает, что по окончании любого типа школы учащийся должен быть способен общаться в условиях непосредственного общения, понимать и реагировать, вербально и невербально на устные высказывания партнера по общению в рамках сфер, тематики и ситуации, обозначенной программой для каждого типа учебного заведения, связанно высказываться о себе и окружающем мире, о прочитанном, уверенном, услышанном, видном, выражая при этом свое отношение к воспринятой информации или предмету высказания. Для осуществления говорения необходимы определенные условия предпосылки. Таких условий по крайней мере пять. Наличие речевой ситуации, которая потенциально является стимулом говорения. Наличие знания об объеме речи, что питает мысли говорящего, определяет то, что он говорит. Отношение к объекту речи, который зависит от прошлого опыта, субъекта, системы его взглядов, чувств, то есть от сознания человека. Этим объясняется мотив говорения, то есть почему данный субъект совершает данный речевой поступок. Четвертое. Наличие цели сообщения своих мыслей, то есть зачем человек говорит данной ситуации. Цель может в момент говорения актуально не осознаваться, но она есть всегда, в противном случае речь лишается коммуникативной направленности. Наличие средств выражения своих мыслей и чувств, средств выражения своего отношения к реализации цели речевого поступка. В вариабельных речевых ситуациях форма речи не столько тесно связана с содержанием, а обусловлено социально-личностными и взаимоотношениями собеседников, их общообразовательный уровень, степенью знакомства и другое. Учебный процесс не может провести учащихся через все возможные реально существующие ситуации общения, поэтому речевые у меня должны развиваться на основе упражнений в условиях учебных речевых ситуаций, моделирующих реальное речевое общение. Условно-речевая ситуация призвана обеспечить потребности учащихся в речевом общении и должна представлять собой совокупность жизненных условий, побуждающих к выражению мыслей и использованию при этом определенного речевого материала. В учебном процессе она должна служить первой – единицей содержания обучения, второй – способом организации материала на уроке, учебник или учебной посуде, третий – критерием организации системы или серии упражнений. От естественной ситуации она отличается определенная детализация обстоятельств окружающей нас действительности, наличие вербального стимула, третий – возможности многократного воспроизведения. Различные типы обучения предполагают различную степень участия преподавателя в раскрытии ситуации. На начальном и среднем этапах ситуация создается преподавателем, который одновременно с этим определяет тему языкового материала. Старший класс использует ситуации частично управляемый преподаватель. В этом случае тема и время, а также частичный речевой материал задаются преподавателям. Учащиеся должны в дополнение к данному использовать самостоятельно выбранный ранее усвоенный материал. Хорошо использованные в подготовленных классах могут выполняться в упражнении так называемых свободных ситуаций. Выбор и речевое направление, которое предоставляется учащимся. Учитель же контролирует происходящее с точки зрения временной и тематической выдержанности, а также нормативной правильности. Большое значение для обучения неподготовленной устной речи имеет систематические и преднамеренно создаваемые проблемные ситуации, соответствующие возникновению мотива и потребностей высказывания в движении гипотез, предположения активизации мыслительной деятельности. Создание проблемной ситуации определяется видами речевой деятельности, в данном конкретном случае говорения источниками информации и характерами вербальных и невербальных опор, конкретным приемами обучения, предполагающими определенные соотношения между мимической, мнемической и мыслительно-творческой деятельностью. Итак, письмо. Письмо – это сложное речевое умение, позволяющее при помощи системы графических знаков обеспечивать общение людей. Когда говорят о письме как самостоятельном виде речевой деятельности, то имеют в виду письменную речь. Цель обучения письму в данном контексте – научить учащихся писать на иностранном языке, то есть тексты, которые образованный человек умеет писать на родном языке. В методике выделяются лингвистические, психологические, методические компоненты содержания обучения письмом. Лингвистическое содержание обучения письма обеспечивает возможность пользоваться письмом как средством обучения и изучения иностранного языка. Во-вторых, это графика в совокупности их средств данной письменности, орфография – правописание или система правил использования современных письменных знаков при написании конкретных слов. Каллиграфия – это запись. Поскольку овладение письмом осуществляется путем усвоения букв словосочетаний, предложения сверхфазов и зениц, то в соответствующем уровне записи выступает каждая из указанных единиц. В-четвертых, это письменная речь. Анализ системы печатных знаков русского и латинского алфавита показывает, что в них есть сходные буквы, частичные совпадающие по написанию и буквы, начертания которой для русских является новым учащимся. Наиболее типичным орфографическим ошибкам то есть сочетание начертания сходных букв в самом иностранном языке и в иностранном русском языках. Учащиеся не видят дифференцированных образов букв. Так они часто взаимозаменяют близкие графемы. Б-д-д-джи. Это наличие различия учащихся, чаще не звучит. Психологическое содержание обучения письма заключается в формировании графических и орфографических навыков и умений для выполнения письменных заданий. На начальном этапе это написание букв алфавита, перевод звуков, речи в графические символы, буквы-блок, буквосочетания, орфографические правильные написания слов, словосочетания предложений, способствующих лучшему усвоению учебного материала. На среднем этапе продолжается работа по формированию орфографических навыков. Используются письменные задания, типа перепишите приложение, подчеркните выделенные слова красной чертой, образуйте прилагательные речи, запишите, выпишите слова, относящие к теме, напишите шесть вопросов, например, о поездке, напишите по одной фразе. На старшем этапе письмо используется как средство для лучшего усвоения лексико-грамматического материала. Выполнение задания нацелится на углубленное понимание читаемого и поиск нужного ответа. Методическое содержание обучения письмом здесь составляет овладение учащимся революциональными приемами усвоения графики, орфографии изучаемого языка, овладение записью, периферийным аннотированием. Обучение графика производит следующие последовательности. Показ буквы прописной строчный, медленное изображение буквы учителем на доске, вторичное написание буквы задания воспроизводит требуемое движение ручкой, написание буквы в тетради. Затем в ходе формирования графических навыков возможны игровые приемы, например, отгадайка. Учитель или ученик в воздухе пишет букву, учащийся отгадывает, какую букву он написал. При обучении орфографии широко используется списывание. При списывании слов следует вырабатывать учащийся привычку не срисовывать слово буква за буквой, что наблюдается, когда ребенок поднимает глаза после каждой буквы, чтобы посмотреть, какую букву надо написать дальше. Письмо как самостоятельный вид речевой деятельности используется лишь на старшем завершающем этапе. Итак, вопросы для закрепления. При подготовке к лекции, к семинарским занятиям нужно суметь ответить на эти вопросы литературы.